В Ак-Тубе продолжаются рейдовые мероприятия в отношении неплатильщиков налогов. Работа проводится управлением госдоходов с 30 октября по 30 декабря. В ходе совместной работы налоговых органов с местной полиции было истребовано около 5,5 миллионов тенге. По результатам двухнедельных рейдовых мероприятий посредством автоураган было вручено 209 уведомлений, это по первой группе. По второй группе обошли 73 налогоплательщиков, то есть 73 адреса. Из них 24 бытовых техники было изъято, а также 6 автомобилей. 32 налогоплательщика оплатили посредством онлайн-терминала. Руководители районных и сельских администраций учат исполнять бюджет. В понедельник состоялся очередной семинар, призванный помочь представителям власти на местах формировать и расходовать казенные средства в рамках внедряемой государственной программы. Тренинг на тему трансформации системы местного самоуправления для развития региона прошел в целях повышения эффективности создания инновационной системы мышления, новой культуры управления и укрепления потенциала корпуса Акимов, городов, районов, поселков и сельских округов. Инициатором его проведения стал областной филиал Академии госуправления совместно с областным департаментом по делам госслужбы и аппаратом Акимов области. В областном драмтеатре состоялось чествование работников системы социальной защиты. Напомним, профессиональный праздник соцработников традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. В понедельник лучшие работники системы получили заслуженные награды. По данным представителя Центра соцзащиты, в среднем социальные работники Актюбе, обслуживают от 4 до 10 человек в неделю. Их подопечные – одинокие, престарелые, инвалиды первых и вторых групп, дети с ограниченными возможностями. Как было отмечено на торжественном мероприятии, главная составляющая профессии соцработника – милосердие, сострадание и ответственность, которые помогают выполнять значимые для людей государства задачи. Тысячи октябинцев, проживающих в старой части города, районах Курмыш, Оторвановка, во вторник с утра остались без газа. Массовое отключение от газоснабжения произошло из-за плановых работ, которые проводит компания Кастрансгаз Аймах. Работы проводились на 20 участках. Была произведена замена стального газопровода среднего давления на полиэтиленовые трубы большого диаметра. Всего было заменено около 2,5 километров газопровода. Во-первых, я хотел бы извиниться перед нашими потребителями за принесенные неудобства. Данные работы – это плановые работы по перекладке стального газопровода среднего давления на полиэтиленовый газопровод. Данные работы проводятся в связи с изношенностью стального газопровода. Изношенностью уже более 20 лет. Данные работы проводятся согласно планам модернизации для обеспечения стабильного газоснабжения данного района, увеличения давления газа в данном районе. Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей рассматривает вопрос об указаниях в квитанциях суммы возврата отдельной строкой. Напомним, что согласно анализу ведомства по исполнению тарифных смет и инвестпрограмм за прошлый год, 25 предприятий должны вернуть потребителям путем компенсирующего тарифа 242 миллиона 700 тысяч тенге. Эти и другие вопросы во вторник разъясняли жителям Ак-Тубе в рамках общественной приемной в Народные канцелярии. В целях установления обратной связи с населением, а также обеспечения прозрачности тарифообразования. Проводим сегодня прием граждан совместно с коммунальными службами, с депутатами, с представителями НПП Атамикин. В основном население жалуется на высокие тарифы на коммунальные услуги. Аксубинские финансисты во вторник чествовали лучших своих работников. Мероприятие было посвящено профессиональному празднику. Он отмечается каждый год, 15 ноября. Кроме того, в этом году в Казахстане отмечается 25-летний юбилей тенге. Торжественное мероприятие прошло в здании Академии творчества. В фойе комплекса аксубинским филиалом Нацбанка была организована тематическая выставка «История тенге». Ну и кроме того, в ходе торжеств были проведены спортивные и интеллектуальные состязания между работниками финансовой системы. Лучшим финансистам были вручены благодарственные письма от имени Акима области памятной юбилейной монеты. Благодарительная акция «Теплые ножки» прошла в детском центре Акбубек силами педагогического коллектива и родителей для семей воспитывающих детей инвалидов были собраны и вручены зимние, а также школьные вещи. В мире, к сожалению, как есть благополучные люди, так и есть нуждающиеся в помощи. Поэтому к Дню Всемирного Милосердия, приуроченной, мы проводим эту акцию, приглашаем родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, многодетных детей, нуждающихся детей. Для них мы подготовили и вязаные вещи, поэтому называются «Теплые ножки». В Ак-Тубе прибыла передвижная выставка библиотеки первого президента Республики Казахстан Ельбаса Нурсултан Назарбаев «Эпоха личность общества». Большая экспозиция, состоящая из уникальных вещей, из личного архива Ельбасы в Ак-Тубе будет работать в течение двух месяцев. Выставка разместилась в здании нового областного историко-краеведческого музея, торжественное открытие которого состоялось в среду с участием представителей руководства региона и столичных гостей. Современный и красивый музей расположился в микрорайоне Батыс-2, а в нем 11 залов. В текущем году полноценно работают пять выставочных залов и административные помещения. Остальные шесть планируется завершить следующим этапом уже в 2019 году. На строительство нового здания историко-краеведческого музея было выделено 200 миллионов тенге в рамках социальной помощи предпринимателей и 400 миллионов тенге из областного бюджета. Аксюбинский областной государственный архив переходит на цифровой формат документации. Руководством организации был куплен профессиональный сканер документов. Германский сканер «Аргнентум» стоит 11 миллионов тенге и способен оцифровывать до 1000 страниц в день. Кроме демонстрации новой техники, которая позволит в скором времени оцифровать все архивные документы нашей области, руководство Госархива заявило, что в скором времени услуги копирования архивных документов станут платными. Сейчас прорабатывается прейскурант цен, но уже известно, что копирование одной страницы архивных записей будет стоить примерно 400-500 тенге. В данный момент в нашей области находятся 1400 архивных фондов, которые насчитывают около 700 тысяч единиц документов. Из них на сегодня оцифровано только 10%. Врачи отмечают тенденцию роста заболеваемости с сахарным диабетом. Причем среди болеющих все больше детей. Об этом в среду в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом в отделении АО «Казпочты» рассказала главный эндокринолог области Гульзира Каликова. По данным медика, в регионе сегодня насчитывается 14 тысяч диабетиков. Год от года сахарный диабет все время растет и отмечается тенденция к росту. Получается, сейчас каждый 11 человек из 10 болеет с сахарным диабетом. Это большая цифра. Осложнений у этого грозного недуга очень много. Это слепота, это гангрены, это хроническая почечная недостаточность, когда почки перестают работать. Это инфаркты, это инсульты. Жизнь человека укорачивается, качество жизни ухудшается. И вот в этот день все отмечают этот день борьбы для того, чтобы как можно больше информировать. Проводятся акции. В четверг прошла очередная ярмарка вакансий. На этот раз мероприятие приурочили к предстоящему молодежному форуму. Было представлено больше 300 вакансий, большинство из которых – рабочие специальности. Электрики, водители, уборщики и дворники. Самая высокооплачиваемая должность из всех представленных на ярмарке – простого рабочего, сварщика. Зарплата от 100 тысяч тенге, рассказали в отделе занятости. Также город испытывает нехватку учителей, особенно начальных классов. Найдутся вакансии в сфере культуры. К примеру, областной филармонии требуется директор. С начала года в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства 325 молодых людей прошли краткосрочные курсы, 340 – технического и профессионального обучения, 9 – получили кредиты на открытие бизнеса, 14 – обучились азам предпринимательства. Постоянную работу нашли больше 4,5 тысяч молодых аксюбинцев. В городском Акимате состоялся аукцион, где на торги были выставлены 14 земельных участков общей площадью 4,5 гектара. Начальная цена – 2 миллиона тенге. Целевое назначение участка включает в себя размещение и обслуживание кемпинга, павильона быстрого питания, кафе, цветочного павильона, газозаправочной станции, строительного двора. Земельные наделы расположены в разных частях города, к примеру, в ЖМ Дурактубе и на проспекте Сынкибай-Батыра. Участки предоставляются в аренду сроком на один год. Аукцион по английскому методу городской Акимат проводят уже в 16 раз. На сегодняшний день на аукцион выставлено 14 семейных участков. Общей площадью 4,5 гектара на общую сумму 2 миллиона тенге. Начальная цена. Земельные участки расположены в разных частях города, согласно подданных заявок предпринимателей. Целевое назначение земельных участков включает, как размещение обслуживания строительного двора, магазина, станции технического обслуживания, автомойки. Знай свой статус. По таким лозунгам врачи спеццентра Ак-Тубе организовали акцию, посвященную 30-летию Всемирного дня борьбы со спидом. Так, с 15 ноября по 15 декабря пройдет месячник информированности и обследования населения на ВИЧ. Челлендж «Знай свой статус» в четверг открыли известные в Ак-Тубе спортсмены, сдавшие кровь на спид-тест. По словам специалистов Центра, именно своевременная проверка на наличие ВИЧ может предотвратить угрозу жизни людей. На данный момент в нашей области зарегистрировано 373 ВИЧ-положительных граждан Республики Казахстан. Из них 37 в стадии спид, 32 умерли. В этом году врачами было вновь выявлено 43 ВИЧ-положительных акцию. Казахстанский Етенге отметил свой 25-й день рождения. За эти годы один из главных атрибутов суверенитета страны не раз обновлялся и видоизменялся. Менялись купюры и монеты. В четверг о национальной валюте говорили в колледже электротехники и связи. Учащиеся вспомнили об истории нашей валюты. Первая партия банкнот была отпечатана в Великобритании, а первые монеты чеканились в Германии. Через два года после введения НАС-валюты в стране открылась банкнотная фабрика, где позже начали производить новые купюры. Будущим связистам преподаватели экономических дисциплин рассказали о том, что Тенге за годы независимости пережила многое. И это не только изменение дизайна, но и несколько девальваций, а также инфляцию. Однако молодежь, подготовившая доклады, говорила и о том, что продолжает доверять казахстанской валюте. У медиков Актюбинской станции скорой помощи новый главный врач. Его зовут Мурат Жанкулов. Новый руководитель неотложки рассказал о работе, которую готов выстроить под своим руководством. С понедельника на станции скорой помощи звонки будут сортироваться и обращение четвертой категории сложности наконец-то намерено отправлять на коммутатор поликлиники. К таким вызовам относятся острые заболевания или обострения хронических, не представляющих угрозы для жизни граждан. Например, повышенное давление, хроническая боль, легкие травмы. Этого, кстати, требуют и международные стандарты, к которым стремится и местная медицина. Также и в ближайшее время вызовы скорой неотложки планируется перенаправлять на новые подстанции. Их предполагают создать в авиагородке, жилгородке и Кирпично. Не секрет, что порой врачи скорых просто не справляются с огромным потоком вызовов, а введение таких подстанций поможет больным сократить время ожидания необходимой помощи. Теперь в этой комнате звонки принимают не 4, а уже 5 диспетчеров. Совсем скоро главврач планирует прикрепить к звонкам еще одного специалиста, так сказать, для обратной связи. Его задачей станет контроль обслуживания звонков до приезда фельдшеров на место вызова. Хотим посадить врача именно в диспетчерскую для того, чтобы проводилась обратная связь с родителями, ну, с мамой, ребенку, там, до года, до года. Ну, вообще с детьми связаны эти вещи, чтобы она, сидя, уже давала какие-то советы медицинского характера. Сделайте, кто-то скорый едет. Какие-то теплые, нежные слова в адрес. Ну, да, это и есть поддержка. С 5 сентября по 1 декабря в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Учет». В ходе ОПМ участковыми инспекторами полиции совершается обход закрепленных административных участков для выявления правонарушений и установления обратной связи с населением. Целью и задачей данного оперативно-профилактического мероприятия является, в первую очередь, повышение авторитета органов полиции, это их имиджа, вызывание доверия со стороны населения, граждан. Также данный ход мероприятия заключается в том, чтобы это было, в первую очередь, ознакомление с населением, с обслуживаемыми административными участками. В первую очередь, получается, сбор анализа, информации по административному участку, количество проживаемых граждан. В Аксюбинской военно-технической школе состоялся выпуск 21 бойца. Все они в течение 40 дней прошли краткосрочную военную подготовку, ну а в пятницу приняли присягу на верность Родине и получили сертификаты о завершении обучения. В ближайшее время в ЦОН им выдадут военные билеты. Обучение в ВТШ – это хорошая альтернатива армии, утверждают выпускники военно-технической школы. За 40 дней молодые люди получают все необходимые навыки воинской службы. Обычно краткосрочные курсы выбирают для себя те, кто не смог попасть в ряды казахстанской армии по состоянию здоровья, либо из различных семейных обстоятельств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова